Отопительный сезон, время активного использования всех обогревающих приборов, печей и, к сожалению, самый пожароопасный период. Нередко желание погреться вкупе с безответственностью приводит к плачевным последствиям, а потому сегодня проводится масштабная работа по профилактике пожаров. На базе Стробинского сельского совета участники смотровых комиссий обсудили сложившуюся обстановку и план работы. Значительную часть погибших людей от пожаров – это граждане свыше 60 лет. 49% от всех погибших. В сравнении с 2019 годом количество погибших от пожаров пожилых людей увеличилось на 41% со 180 до 261. С каждым годом количество погибших пожилых от пожаров увеличивается. С начала отопительного сезона наблюдается ухудшение обстановки с пожарами и гибелью людей от них, что требует принятия дополнительных организационно-практических мер по обеспечению пожарной безопасности. В целях профилактики сегодня продолжают проводиться рейдовые проверки. В рамках работы смотровых комиссий посещают дома, а в первую очередь те, где живут одинокие пожилые люди. Проверяют состояние отопительных приборов, печей, наличие и исправность пожарных извещателей. Имеется необходимость усиления информационной профилактической работы. Именно поэтому мы сегодня в Старобинском сельском совете провели заседание рабочей смотровой комиссии по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Также мы сегодня организовали обучение членов смотровых комиссий для того, чтобы они более эффективно и качественно проводили профилактическую работу. Стоит отметить, что условиями, способствующими возникновению пожаров и гибели людей от них, по-прежнему остается человеческая невнимательность, небрежность к соблюдению этих правил. Особенно это можно заметить у таких категорий граждан, как одиноко проживающие, одинокие, пенсионеры, престарелые, инвалиды. Не всегда им уделяется должное внимание, особенно родственниками. В связи с этим нами, Министерством по чрезвычайным ситуациям, осуществляется координация работы всех заинтересованных для того, чтобы уделить больше внимания и позволить предотвратить возникновение пожаров и других чрезвычайных ситуаций, особенно у этих граждан. Несмотря на то, что в ходе проверок чаще посещают неблагополучные семьи и одиноко проживающих пенсионеров, сотрудники МЧС напоминают, что бдительным необходимо быть каждому. Например, сегодня в зоне опасности дома и бани в частном секторе, где при строительстве в качестве дымоходов используются так называемые сэндвич-трубы, которые часто не отвечают требованиям пожарной безопасности. В целом, при соблюдении всех правил пожарной безопасности и риск возникновения чрезвычайных ситуаций можно минимизировать, обезопасить таким образом себя и свою семью.